Всем привет! У многих возникают вопросы, что такое горячий старт, форсаж дуги. Давай-ка об этом поговорим, разберём. Да, давай, потому что на канал приходит очень много начинающих сварщиков, которые только-только стоят на путь сварочный, и у них возникают эти вопросы. Для чего это надо? Для чего это надо? Где это применяется? И, соответственно, в этом видео более подробно обо всём расскажем. Поэтому, если кому интересно, усаживайтесь поудобнее, нарвайте себе чайку, смотрите внимательно и не перематывайте. Начали! Ну и начнём мы с того, что выставим на аппарате 60 ампер, уберём горячий старт и форсаж дуги. Да, попробуем поварить сначала без всего. Я поварю на этих амперах, Ромыч замерит амперы, выдаваемые аппаратом, сколько там, 60, 61, сколько-то. И это у нас, получается, будет точка, от которой будут дальше отталкиваться, регулируя форсаж и дугу. Ну всё, поехали. Давай. Давай, включаем аппарат. Так. Здесь у нас, ну уже есть, 60 ампер выставлены. Так, я возьму токовые клещи и замерю, сколько будет у нас выдавать ток аппарат. Всё, я готов. Электроды плохо разжигаются, сырые. 63, 63,2, 63,4. Ну, чуть больше, чем у нас стоит на аппарате. Что, залип? Кстати, да? Показания сбросились. Ну, давай ещё раз. Ну да, 62,8, 62,9, 63. Всё понятно. Так, и это у нас горят электроды с рутинным покрытием, но эти электроды уже отсыревшие какие-то, да? Ну, главное, горят. Да. Главное, что амперы у нас примерно 60-63 ампера. Сейчас накинем горячий старт. Да, и посмотрим, как будут разжигаться электроды и, соответственно, как поменяется значение силы тока. Что происходит. Да, давай. Показания не меняем, а просто я увеличиваю горячий старт. Ну, сейчас прям давайте по максимуму и посмотрим, как изменится значение. Видим? Да. Как видно, да, уж прям до 190 подкидывает и опять спустился. Давай ещё раз. Опять 191 и опускается до 63. Всё понятно. И разжигает теперь электрод прям моментально, да? Да, уже сырой, не сырой. Сразу просто моментально. Это насколько увеличивается ток на 130 ампер где-то? Ничего себе. Чуть два раза. Да. Давай-ка попробуем. Да. Попробуем уменьшить на половину. Давай где-то до середины поставим. И замерим ещё раз. Поехали. 150. Ещё раз давай. Ну, почти 130 было. Угу. Ну, а так и возвращается, да, обратно. То есть плавненько. Сначала накидывает, а потом плавно... Да, и плавный спуск идёт, да. И плавный спуск идёт, да. Можно даже показать по фильтру, как это было через фильтр. Давай. Да, видно, что резкий скачок, а потом опускается. Да, ещё раз. Ну, это мы все увидели. Как вы видели, у этого аппарата достаточно широкий диапазон, да, настройки горячего старта. Да, поскольку даже при установке аппарата на 60 амперах у нас поскакивал на горячем старте аж до 190. Это больше, чем в три раза, да. Поэтому регулировка очень удобная. Можно понастроить свой горячий старт так, как вам необходимо. И отсылаясь к предыдущему видео, да, для сварки труб, как раз-таки подобрать именно оптимальный горячий старт для розжига. Чтобы не прожечь трубу и чтобы как раз-таки не мучиться с розжигом электрода. Конечно же, от разных производителей настройки разные. У всех они работают по-разному, поэтому нужно привыкать именно к тому аппарату, какой у вас есть. Но, тем не менее, данный горячий старт способствует легкому розжигу электрода, да. Хоть будь то он сырой, или если вы будете, например, варить ту же самую трубу, чтобы у вас не было стартовых пор, не было зашлаковки. И также и загрязненные металлы тоже способствуют именно горячий старт. А сейчас проверим, как же он поможет при розжиге электродов с основным покрытием. Для этого как раз-таки приглашу Серегу опять, поскольку очень много у вас проблем, очень много часто пишите, что не можете их разжечь. И как раз-таки давайте продемонстрируем, как это облегчит именно горячий старт. На примере ОНИ-1355. Да, ОНИ-1355. Ну, многие жалуются на ОНИ, что плохо разжигается из-за того, что коронка образуется. Ну и при самом розжиге электроды часто залипают, поэтому начинающим сварщикам очень сложно с ними справиться. И хочу заметить, что ток мы не меняем, он у нас остается такой же, как есть. Сейчас я уберу горячий старт. Серега попробует варить сначала без горячего старта. Как видите, да, электрод залипает постоянно. Очень трудно разжечь его, тем более на таком минимальном токе. Ну, опять залип. Ну, давайте накинем горячий старт. Да, накинем. Так, сейчас я его накидываю. И просто для сравнения. Моментально, просто розжиг моментальный. Ну, отбили наш шлак, отбили и уже обмазку, да, обмазку отбили и розжиг моментальный. То есть он уже не залипает и вполне комфортно можно произвести сварку. Исходя из того, что мы тут проэкспортировали и увидели, думаю, вывод напрашивает сам на себя, что такое горячий старт. Это просто кратковременно набрасывание амперов во время разжигания. Да. То есть когда электрод прикасается к изделию, идет накидывание амперов, облегчает розжиг. Розжиг. И потом переходит плавно на значение, которое выставлено уже. Да, на аппарате. На аппарате. Все верно. Теперь перейдем к форсажу. Так, что такое форсаж, сейчас мы посмотрим, разберем и сделаем выводы, что такое форсаж. Да. Так, давай, включаем аппарат. Горячий старт убираем. Сейчас тогда мы горячий старт убираем и вместо него накручиваем форсаж дуги и сделаем новые замеры. Так, я подключаю клещи. Подсоединяем. Давай, поехали. Стандартные значения у нас до 63 ампер. Сейчас, вот, 87. Выделили, да, скакануло у нас. 72. Практически иногда при вероятности обрыва дуги форсаж дуги стабилизирует ее. Ну, сейчас уже более-менее стабильно пошло. Но, я думаю, все-таки скачки видно было, как работает форсаж. То есть, во время сварки это не наблюдаешь. Да, во время сварки вы это, наверное, увидите, поскольку это кратковременные значения. Но все же они есть и они при опасности обрыва дуги просто стабилизируют саму дугу. Просто кратковременно накидывают ток. Ну, и заснимем сейчас на камеру, как это происходит без форсажа дуги и с форсажом дуги. Давай. То есть, разница, почувствуйте разницу. Угу. Продолжение следует... Да, вы видите, разница выше может поднимать дуги, она и держит. Ну, и с вами, когда более металл плавная, да нет? Да, и металл лучше разогревается, кстати, он и облегчает даже ружек. Ну да, в принципе, форсаж дуги способствует даже розжигу электрода. Было видно, что когда только-другой появляется, он сразу накидывает и более стабилизирует. Да, в какой-то степени, да, тоже помогает для розжига электрода. Но в основном, да, его используют. Функция основная его, чтобы поддержать горение, стабильное горение дуги. Это, кстати, очень важно и для новичков. То есть, ну, когда поначалу рука болтается, то есть, электрод ходит, дуга получается и короткая, и... Да, может оборваться, да. И поэтому, как бы, форсаж способствует тому, чтобы у вас дуга всё-таки не прерывалась. Потому что она без форсажа, не минимальных, только если вы чуть-чуть подняли, и всё, она у вас разобрается. Я думаю, ответили на вопрос, что такое форсаж и что такое горячий старт. Теперь поговорим область применения. В принципе, область применения форсажа, можно сказать, одна. Главное, чтобы стабилизировать дугу, где бы вы ни варили, на загрязненном металле, там у вас краска, грязь, либо ещё что-то. Чтобы как раз-таки у вас в момент, когда дуга начинает захлёбываться, либо есть вероятность обрыва, то как раз-таки форсаж дуги и позволяет накидывать ток и обеспечивать стабильную дугу при горении. В принципе, все эти данные функции создаются лишь для того, чтобы облегчить саму работу со сваркой, поскольку сейчас производители уже понимают, что сварка выходит не только на профессиональный уровень, но всё-таки широкое применение уже обрела именно бытовая сварка. Поскольку обычные люди приходят, покупают сварочные аппараты и варят что-то дома. Да, варят что-то дома. Поэтому как раз-таки эти функции позволяют вам, облегчают вам знакомство со сваркой и как раз-таки её использование, чтобы не возникало у вас никаких проблем ни с розжигом электрода, ни с удержанием дуги. Поэтому как раз-таки... С самой сваркой, с процессом сваривания. Ну, как я и говорил, что это для новичков, потому что раньше не было же этих настроек. Да. Это сварщики. Для профессиональной сварщики, вы думаете, настройки всё пустое так. Ну так, хотя интересно, там, горячий старт, там... Ну, это всё равно используется редко, да. Но, тем не менее, если да, те же электроды сырые, то почему нет, можно всегда воспользоваться. Да, именно вот как раз-таки... Ну, многие, конечно, не понимают, для чего они нужны. И как раз-таки в этом видео мы постарались объяснить, что на что влияет и как лучше это использовать. Я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Заходите в нашу группу ВКонтакте. До новых встреч. Всем пока! Слушай, я думаю, наверное, всё раскрыли, но найдётся, наверное, что-то, что, может, выпустили. Возможно, да. Так что, если вы тайкую найдёте возможность, что к чему ещё как-то применение. Да, если у вас есть какая-то ещё более подробная информация о данных функциях, то... Поделитесь, пожалуйста, с нами. Пишите об этом в комментарии, да. Подписывайтесь на наш канал.